Кауфман, Борис, и есть еще... Это другой опера. Это другой опера, я знаю, да. Есть Борис Кауфман, есть Александр Грановский. И программа «Наши гроши» 1 плюс 1, издание «Деловая столица», это киевское, а также одесское издание «Таймер», они пишут о том, что этот Кауфман, не тот, а вот этот Борис и Александр Грановский с вами договорились. О чем? Одесский аэропорт. Не только я с ними договорился об Одесском аэропорту, правильно, вместе с мерами, которыми я ни о чем больше другом не очень смог договориться, но об этом и договорились, потому что это было мое требование, я с ним договорился, действительно. Потому что нам нужен был аэропорт в Одессе. Нам нужен в следующем году, у нас будет миллионы отдыхающих. Нам нужен аэропорт в Одессе. Очень нервничает каналы Коломойского, естественно, потому что они контролировали Борисполь, они контролировали авиадминистрацию, одесский аэропорт, они вообще убили, потому что губернатор был его, он через суды убил строительство. Если бы с самого начала я решал эту судьбу аэропорта, я бы Каухману и Крановскому аэропорт бы не отдал. Я сразу за об этом заявлю. Но когда я пришел, аэропорт уже отдан, яма выкопана, и полиция остановила строительство через... Это ваше предшествие? Да. Человек в Коломойске к строительству аэропорта. Потому что он мешает Борисполь. А Борисполь тогда был под их контролем. Цены бешеные, заоблачные, там 500 долларов тогда летом было летать в эконом-классе. Я сам прилазил, что Коломойский суд опубликовал в одну сторону там полеты и так далее. Поэтому, конечно, я пошел и с ними договорился. Договорился, что они вернули дивиденды городу. С Крановским я особенно не говорил, но с Каухманом пару раз встречался на эту тему. Вернули дивиденды городу, что они отказывались платить. То есть мы начали с того, что если вы не платите дивиденды, мы вас заберем аэропорт. Но я бы хотел, чтобы они платили дивиденды, и мы хотели, чтобы аэропорт закончился. Сейчас триминал практически закончен. В июле, надеюсь, он начнет оперировать. Более того, сейчас мы договариваемся с ними и надеюсь, с Министерством инфраструктуры, что мы из Сберии, одежда, что мы полосу, что полосу они тоже построят. Это очень важно, об этом договориться. Я совершенно не только не стыжусь. Я очень довольна, что мы договорились. Им нечего нам приклеивать. Из-за того, что мы ни у кого денег не берем, мы открыто можем... Потом Генеральная прокуратура опять с подачи кого-то завела иск и опять остановилась строительство прокуратуры. строительство аэропорта. Это было месяц там у нас. Я опять устроил громогласную такую разборку, публичную, и заставил Генеральную прокуратуру обратно вынести этот иск. Я, когда люди начнут летать в Одессу, я надеюсь, что кто-то хочет вспомнить, что мы это проталкивали таким образом. И ровным счетом, все равно им будет. Там Кауфман, там кто-то другой, и даже Саакашвили что-то проталкивали. Надо, чтобы у них был аэропорт. Поэтому, если другие бизнесмены, даже сомнители, будут делать эти дела, я готов им помогать. Более того, этим олигархам я готов помогать.